девочки привет отработала сегодня первый день пришла как борща с луком наилась вспомнила что мне на работу уже же осень надо башмачки купить все быстренько поеду какие-нибудь кроссовочки куплю и все и дальше работать деньги зарабатывать серёжа выходной две недели такой затешной выходной у него чё движение все должны на работе быть какой обед еще нету ответов не трясется телефон телефоны все разбиты этот разбитый тут тоже в отпуске разбила взяла а он так соскелезнул чуть-чуть обстал и трещина пошла а будет потом папа же купить телефон другой все покалечены краску для волос на купить волосы выгорели на солнце а только приехала этот парикмахер утром не подстригал давай покрашиваю гранатик краськи если она солнце все равно выгорю деньги только зря дальше все сама как-нибудь покрашусь пасмурно до тихо не холодно но пасмурно на улице мне нужны кроссовки просто и не на спорт чтоб тряпочные работать чтобы не протекали это не то не то пальто какая-то фигня одна короче то что у меня есть какие они все тряпочные не на чтоб не промокали сейчас поищем здесь костюм как прикольно короче то что я нашла нет моих размеров блин это все говнецо короче в этом магазине ничего себе не нашла или зимние стоит или летние блин что ты ржешь блин я ботинки не могу на глазу еще один вон съездим колено болит плечо болит я инвалид съездим сейчас посмотрим в другом гумазине там вон там еще одни есть обувной уже на цену не смотришь думаю пофиг сколько все равно нету была черная стала белая вот так перекрасить поехали съездим туда глянем если нету нет нахер не буду просто работать там еще есть один магазинчик там качество правда говнецо сколько раз брали приходилось назад задавать посмотрим сейчас вот прямо он как раз другое зашла смотрите что творится все тряпочное здесь или вот такое пипец или блестяще кто-то тюрьму носит вообще понятно кого-то мне такие тракторные тяжелые блин них только в снег ходить сугробы или вот из этой блестяще к нахрен они дурдом короче ну вот эти еще куда не шло но они не стоят этих денег это говнецо какой-то размер сороковой не знаю короче вот такие померила потому что больше нечего выбирать по такие разве что это пипец кота шию я не знаю не знаю блин церкву размер одни маленькие то и большие понять не могу и замок и шнурок фиг поймешь запутаешься пока оденешь и короче вот эти возьму нафиг но не зимой скользкий наверно будут короче посмотрим вот зайду куда-нибудь обувь мерить для сищи мутся аж бесит короче девочки взяла вот такое дермицо стоит 30 евро вообще блин какие-то оранжевые ядовито зеленые красные мордастые чё хочешь есть а нормально обуви нету давай едь господи у меня работы непочатый край мне гладить надо они едут еле еле злюсь я прямо бисюся ой кто-то очки раздавил потеряла кто-то раздавил о телефон опять уехала на полчаса башмаки купить все телефон разрываются всем деньги нужны дай груши 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 мухи сидят нехороший знак девочки маска достала задохнуться можно короче не шьют нормальную обувь короче взяла ладно мне так водичками промыкала там уже зима близко тем не на будет покупать на в киллере у меня посмотреть может там чуть есть короче остается один глажу 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 купальники сушу это не заканчивается никогда не закончится там уже другое стирается я чемодан привез о чем чемодан привез до целый мешок вещей выписала когда это все раздребу не знаю все девочки короче перегладила я думала что уже корнями вросла в пол сейчас перекладила это рассталась раскидать и на работку сходить а еще постельная постирала сейчас высушится на постельное одеть а еще чего хотела сегодня день рождения у наших друзей у вова день рождения с днем рождения вова тебе всего самого хорошая у маруси моей любимой день рождения 8 на 18 октября тоже самого хорошего тебе всего всего я тебя обожаю потом у кого еще сегодня 18 день рождения мне все в календарь надо записывать но у этих то я знаю а у сайкой адресова по моему тоже день рождения на него тоже по моему 18 октября короче всех именинникам с днем рождения главное здоровья вам и не баловайтесь серёжа чё твоя кофта тут мне пейзаж ломает короче наконец-то я все перестирала это же там было я приехала домой там тоже там было уже на целый мешок с николь себе вещей накупила потом я считать целый чемодан привезла вещей артема целый чемодан вещей мама дорогая сейчас постельная поснимала короче вот так отдыхаешь отдыхаешь при приедешь а потом действительно кто там писал как лошадь неделю блин жопа в мыле херачишь сейчас уже нет смысла еще на пыль везде будет повытирать мой кошмар потому что гладила пыль везде летает сейчас уже не буду ладно завтра на вечер не это сейчас на работу мне уже пердолить короче девочки вот такой день кстати тогда я вам говорила за эту женщину которая пошла на работу и потеряла ее не оказывается инсульт был она была в больнице ну такое что не сильный она вовремя обратилась а вовремя прям вообще и это самое что не сильно ее долбанула то сейчас это нога говорит отошла у нее теперь рука чуть-чуть то она там массаж и все такое делает то это сходила помогла и сегодня нашлась я говорю я звонила вам стучало то все и как она с братом же уехала дым как соседкой скорую не видела раз братом на машине уехала в больницу что это просто встала она думала что у нее рука ну а то сна как бы уснула а потом не проходит не проходит она горьки никогда не подумала бы что вот это вот может быть что-то такое но все-таки поехала в больницу обратилась и представляете и сказали возможно у вас типа инсульт ну посидите подождите она горит я 4 часа ждала когда обычно говорят первое время вот сама быстренько надо там это сам 4 часа человек ждал на улице каю примут вот это хваленые немецкие больницы уже нету уже нет тех профессионалов которые раньше были они вон все по уезжали там швейцарии везде еще куда-нибудь у нас их уже нету уже оперируют нахрен как лютки нашей ходят тампон животе оставили скоро блин ножницы будут в животах оставлять короче начатки и врачи они даже по-немецки не разговаривают не знаю кого там где но наша больница тут точно такие делала тупые как пробки то раньше были какие-то профессионалы лечили все а сейчас вот например последние пару лет у нас люди туда реально умирать уезжают знакомая вот женщина я не знаю сколько лет назад короче она пошла себе желудок до этот ушивать там чё ушивать отрезать время его знает ну короче полная была да она пошла операция прошла успешно а потом тыкс-пык заражение занесли она умерла вот так у нас оперируют и поэтому я вот знаю сколько немцев стариков если там что-то серьезно они вот стараются в бремен уезжать что еще с надеждой что они там точно выживут а здесь у нас центральной больнице даже никаких шансов тебе не дадут хочу я тогда попалась чем не надо попала лин колики у меня были по моему эти камни в желчном пузыре короче мы поехали тогда вечером вечером мы поехали а приняли меня тока посадили в комнатку подождите приняли меня только в пять утра когда я уже упала на пол короче скрутилась я говорю все я больше уже не могу я больше уже не могу и тогда они мета стали смотреть смотреть что-то обезболивающую далее но ничего вроде у вас нету камешки есть но они настолько маленькие что они вас не беспокоят как спичные головки типа хорошо такое обдавилась падло и это отпустили меня домой отпустили меня домой короче через неделю у меня повторный приступ такой был что думали может и сердце или чё короче морфий мне кололи меня морфий не брал скоро и меня увезла увезла меня скоро и короче и этот мне стало плохо насти была со мной короче наша и мне стало плохо я стала сознание терять и у меня судорога все руки вот так вот все поскручивало а он подошел короче а он подошел еще самый разговаривает мне настолько плохо я вижу что он со мной раз говорит слышите его не слышу потому что у меня уже гул в ушах я говорю я не слышу вас говорю он чё на типа не отвечает я говорю я не слышу что вы говорите он настя такой говорит ну вот типа она не хочет мне отвечать значит у меня там другие пациенты ждут а мне уже настолько плохо было что я уже его не слышала что он говорит он рядом стоит а я его не слышу и это самое он ушел а мне начало скрючивать всю я стала синеть короче и у меня остановка произошла ну что сердце остановилась а настя потом там давай орать короче что ей плохо и он забежал уже просто уже не знает уже сколько времени плохо да и просто вот локтем со всей дури мне в грудную клетку как ударил и это я аж в себя пришла а этот вот в этот момент когда мне все скрючивало уже и уже я была синяя девки мне так хорошо было светло тепло я не знаю что это было но это у меня второй раз в жизни один раз я тонула мне было вот так хорошо когда я уже на дне лежала и в этот раз вот когда у меня сердце остановилась а я не могу даже передать это настолько светло делается и тебе тепло и ничего не болит и так хорошо и потом он не забежал как лупанул я аж в себя пришла ну короче по сердцу как ударил и завел и это и потом мне наверное в груди наверное не знаю недели две болела с такой дурью мне лупанул и потом сразу давай уже не уходил уже давай мне проверять то все 5 10 увидели что там камни уже вот такие они как спичечная головка хотя неделя прошла и это еще это у меня не прооперировали это мне не прооперировали сережа этот я они меня выпустили короче я пошла к своему врачу взяла направление он не дал направление и я сама поехала в больницу да игру сделайте мне операцию это самое я поехала короче они сказали ну типа утром у нас плановые как мы только плановые операции закончим если время будет короче мы вас прооперируем потому что я не хочу больше так чтобы мне приступы эти все были я не хочу этот и вечером часов 6 наверное меня прооперировали и вытащили уже вот такие здоровенные блин но я потом после операции уже не 5 я полежала короче ну мне полностью не разрезали шаржи не разрезают полностью просто дырочки сделали чё нет я их выкинула эти камешки ты чё уже давно когда переезжали еще и выкинул на кой хер они нужны мне да ну прям мне кажется нету там ничего да ну прям в дозе из-под пленки думаешь не знаю ну глядь посмотри ну и короче это я пришла потом на прием к врачу он говорит тебе вообще крупно повезло потому что обычно же когда вырезают камни они же полностью желчный пузырь убирают они говорят тебя так удачно на границе где-то ли стояли что они их камни только убрали а желчный нет не знаю где они там чё стояли факт тому что желчный пузырь мне не убрали потому что я пришла потом говорю ну вот я услышала убираюсь желчный пузырь надо короче же диеты какие-то специальные все делать все он давай ультрашаль смотреть и по документам говорит он нет говорит а тебе не на никакие диеты ничего делать что у тебя говорит все нормально тебе этот желчный не убрали думаю ну и хорошо и все с тех пор я себя хорошо чувствую никаких приступов ничего слава богу а так было это нечто нечто такая боль блин я и рожала вообще как нихер делать что нормально не особо больно было это больнее было вот такие вот дела я по моему эти камешки они мне стояли стояли дома какое-то время а потом при переезде по моему выкинула их думаю нахер они мне нужны я помню у бабули наши тоже камешки лежали но не иначе были а у меня были два таких круглых как ореха и пупырчты какие-то одной женщины убирали соседки по палате у нее был полстакана и как песок представляете хрень какая хрень у нас сидит в организме такие вот дела господи с утра только задницу приземлила время блин 6 доходит 35 минут с ранее как серка бегаю и сейчас опять надо бежать колено болит это то что в отпуске порвала колено болит и теперь вот чуть-чуть неудачно встаю но мне опять как будто подгибается тоже надо оперировать блин уже когда сказали еще лет 15 тому назад сказали что надо оперировать связки у меня миниски надрываются надрываются там а я все погодю дадю и гадю да вот так то так что девочки не болейте и всех именинников с днем рождения пока а кстати подписывайтесь будьте так любезны по-братски нажмите кнопочку если вам не трудно это вообще девочки не трудно даже не страшно просто нажимаешь кнопочку подписаться колокольчиком лайки балалайки все нормально и будете спать хорошо сегодня отвечаю по-братски а а Продолжение следует...